Приветствую коллеги от аналитиков валютных рынков и торговой идеи от компании Тикмил и сами я Артур Идиатурин. В среду у нас рынки продолжают активно снижаться, большие очень потери наблюдаются у нас на европейских рынках, в европейских индексах. Американские фьючерсы также продолжают у нас активно падать, потери превышают 1%. Естественно, как бы волнует сейчас всех вопрос, где же произойдет разворот, вообще произойдет ли он на этой неделе, стоит ли сейчас скрыться или все-таки пересиживать убыток, где подбирать рынок. В начале этой недели я считал, что падение будет ограничено отметкой 3350, вот здесь по индексу SP500. Но также, как и многие из нас, я упустил некоторые данные динамику коронавируса в Европе, на которую не обращал внимания из-за довольно-таки мягких мер, которые там вводятся. Но вот сегодня мы обсудим с вами реальное положение дел, которое там обстоит. Я бы также хотел привлечь ваше внимание к одному из лидирующих индикаторов, который был очень популярен в марте у инвесторов. На мой взгляд, сейчас он будет также получать повышенное внимание среди очень многих инвесторов. Это кривые заболеваемости COVID-19, именно дневной рост, дневная динамика новых случаев. Почему этот лидирующий индикатор будет сейчас популярен? Ну, во-первых, последние данные по Европе, последние события, которые там развиваются, они показывают, что там вирус с легкостью обходит их смарт или умные локдауны, как они их называют, какие-то адресные меры, какие-то адресные такие ограничения, которые не затрагивают все общество, а только вот как-то помогают укрепить, усилить социальное дистанцирование, но не приносят большого вреда. Так вот, вирус с легкостью обошел эти смарт локдауны. Если мы посмотрим, какая у нас ситуация обстоит в Европе, она действительно удручающая. Можно видеть, ну вот здесь у нас на графике изображен 7-дневное скользящее среднее число новых случаев, ну, чтобы сглазить как бы дневные колебания, чтобы видно было тренд, а берется 7-дневное скользящее получается. И вот видно, что у нас происходило, начиная с сентября-октября. Вот здесь параболический рост случаев в ЕС, плюс Великобритания, еще плюс тут три страны получается. В общем, Европа, да, будем так и называть. Виден здесь параболический рост случаев, достигает, превышает он сейчас 170 тысяч в день. И вот такая вот динамика, она вынуждает политиков в Европе готовить постепенно публику к более жестким ограничениям, потому что умные локдауны не помогают. Как я уже говорил раненый на этой неделе, это существенный удар по сфере услуг, который уже начинает проявляться, поступать, проступать постепенно в данных. И, естественно, если будут более жесткие ограничения, еще больше удар придется по экономической активности. Собственно, поэтому, если ожидается ужесточение каких-то ограничений, рынки, конечно же, на это будут реагировать, они не будут к этому равнодушны. Вот, собственно, по Европе мы видим значительное здесь усиление. По сути, вот мартовская активность, да, вот в 30 тысяч случаев, вот этот пик, он просто вылезет какой-то, ну, детской шалостью, да, по сравнению с текущими темпами заболеваемости в Европе. И, конечно же, очень трудно сдержать вот такой рост случаев какими-то адресными мерами, какими-то отдельными ограничениями. Все идет к тотальному локдауну, но, естественно, сейчас политики взвешивают плюсы и минусы, пока пытаются рассчитать какой-то эффект пронесет. На фоне Европы у нас США достаточно неплохо держится. Видно, что у нас семидневная скользящая средняя. Для США вот этот график, он у нас пока незначительно превышает, вот здесь получается, июльский пик. В понедельник я обращаю ваше внимание на график числа новых случаев в США. Там был абсолютный гимной рекорд 83 тысячи новых случаев. Значит, за последующие два дня, то есть за понедельник-вторник, у нас число новых случаев снизилось до 60 тысяч в день в среднем. И это вот, вот эта новость, эта замечательная новость, она хоть как-то, хоть как-то сейчас, вот этот хрупкий новостной фон, который мы имеем, она поддерживает, как-то сдерживает опасения параболического роста, который повторит вот историю с Европой, хоть как-то это сдерживает. Если у нас будет здесь значительное ускорение, если не удержится получается, не будет, не будет как бы воплощаться вот эта кривая вот здесь, также она как-то последует, будет принимать форму параболы двигаться вверх, конечно, не избежать более глубокого обвала на фонном рынке. Есть такой риск, потому что в США они уже, правительство заявило, что они не собираются концентрироваться на жестких ограничениях, они будут фокусироваться на том, чтобы наращивать резервы в службах здравоохранения, будут помогать защищать тех, кто находится в особой, ну, в особой группе риска, но тотальных локдаунов как бы не будет. Вот такое вот они заявление делали. Но пока, пока ситуация, пока динамика с вирусом позволяет США, правительство США делать, как бы, такие заявления, пока динамика не такая угрожающая, как в Европе. Значит, ну, не нужно, как бы, большого ума иметь, не нужно, как бы, делать какие-то сложные выводы, да, чтобы понять, что жесткость любых социальных ограничений, она есть, бывает, есть функция от числа новых случаев. Какие бы там заверения не делали отдельные политики о том, что не будет жесткого локдауна, будет позволять правительство сохранять, держать открытыми сферу услуг. Какие бы такие заверения не делались, нужно всегда помнить, что у нас конечные резервы у служб здравоохранения. Если вот эту динамику не остановить, как бы активно они не готовились к осеннему вспышку, как бы они активно не наращивали койки и не наращивали резервы, всё-таки население, большая часть, конечно же, не переболело. И вот эта крива есть куда ускоряться, есть куда расти, получается. И, естественно, чем больше получается этот рост, тем быстрее будет истощаться здесь. С каждым новым приростом, вот таким, да, при такой форме кривой, с каждым новым приростом будет быстрее истощаться резервы. Естественно, они конечные, нужно это понимать. Рано или поздно придётся переходить к жёстким локдаунам, и мы, в конце концов, к этому приходим, вот в Европе. У нас уже последовали заявления, что, возможно, будет необходимо ужесточать локдаун, и, возможно, будет необходимо вводить новые меры. Наиболее в этих предупреждениях продвинулась Швейцария, как раз-таки там поступили сообщения, что там уже заканчиваются реанимационные палаты, и вот их политики продвинулись в том, чтобы предупредить публику, что возможен тотальный локдаун, возможны жёсткие ограничения. Я считаю, что при вот такой форме кривой, как здесь, у нас обязательно последуют новые ограничения в Европе, более жёсткие, потому что глупо полагать, что как бы вирус остановится при вот такой вот динамике, он вдруг вместо того ни сего становится сам собой. Естественно, будет дальнейшее ускорение, и этому нужно будет противодействовать. Это новые жёсткие меры, новый удар по, получается, экономической активности, прежде всего по сфере услуг, и связывая это вот с возможной торговой идеей, которую я описывал в понедельник, эта торговая идея, по евро-доллару, она связана с тем, что у нас намечается заседание ЕЦБ завтра, и, естественно, всё, что сейчас происходит там, вынуждает, во-первых, думать о том, стоит ли сейчас увеличивать программу скупки активов, выкупать плохие долги какие-то, помогать правительствам, которые будут противодействовать, собственно, новой вспышке, увеличивая фискальное стимулирование. Если они будут увеличивать фискальное стимулирование, это новая порция облигаций на рынке. Рынок, получается, долговой нужно будет при этом держать, нужно, чтобы кто-то, получается, держал стоимость заимствия низкой, должен быть какой-то конкретный покупатель, кто будет выкупать эти облигации, чтобы позволять правительствам безопасно занимать. Собственно, ЕЦБ придётся как раз со своей помощью в такой ситуации, и я ожидаю, что завтра ЕЦБ у нас выступит с заявлением или вот о намёке об увеличении операции на открытом рынке. В декабре будет он скупать больше, получается, бумаг. В декабре я ожидаю, что завтра ЕЦБ намекнёт об этом, потому что ситуация с коронавирусом и необходимость поддержки экономики ЕС, она двигается в ту сторону, которая оправдывает такие действия ЕЦБ. В понедельник, если вы смотрели моё видео, я прикреплю, кстати, ссылку в описании к этому видео, чтобы могли ознакомиться с прелюдией, с этими мыслями по торговой идее, по евро-доллару. Значит, я описываю, что будет у нас состоится тест уровня 1.17.8, и затем тест уровня 1.17, собственно, евро-доллар сейчас к этому двигается. Сейчас я хочу сделать небольшой апдейт. С учётом последних данных, с учётом вот этой динамики, которую я наблюдаю, с учётом вот этих всех ожиданий по новым локдаунам в ЕС, по новым жёстким ограничениям, я считаю, что вот эти ожидания, эти страхи, они будут руководить дальнейшим снижением европейской валюты против доллара. На мой взгляд, актуален сейчас тест уже сентябрьского минимума. Это уровень 1.16.1, потому что ЕЦБ придётся сейчас сделать очень многое, сделать очень много заявлений, чтобы рынок успокоить, и характер этих заявлений, содержание, суть этих заявлений — это увеличение монетарной поддержки. Увеличение монетарной поддержки, конечно же, это сигнал, что евро будет сейчас особляться. Потому что, сравнивая с политикой ФРС, ЕЦБ, сейчас есть куда смягчать, есть вот это пространство, есть необходимость смягчать монетарную политику. И вот образуется сейчас из-за этого в ожиданиях перекос в пользу слабого евро, и на мой взгляд, даже с уровня 1.17.30, даже вот если будет у нас небольшой отскок, актуальная сделка на продажу евро-доллара с целью получается 1.16.1. Ну, посмотрим, как, собственно, эта сделка отыграет. Я думаю, что это произойдёт в начале ноября. По индексу S&P 500 я могу сказать, что также у нас продажи пока не остановились, они продолжатся, потому что всё-таки накладываются выборы, кроме, получается, ситуации с коронавирусом. По США пока ещё совсем мы не определились, ситуация пока не разрешилась с коронавирусом. Вот эта динамика, она совершенно непонятная. Похоже, что на ускорение случаев, ну, как бы непонятно, почему возможно здесь ждать стабилизацию, может быть, ускорение случаев, может быть, такое же развитие с тем, что в США будут готовить публику к новым каким-то отдельным локдаунам, несмотря на заверение, что локдаунов не будет. Всё, поэтому тоже есть куда падать. Были надежды, что вот здесь у нас на 3350 остановится падение, будут откупать, но пока никто откупать не собирается, все ожидают, все думают о том, что другие не будут покупать, поэтому сами не входят в рынок, ждут, собственно, тогда, когда неопределённость с вирусом и с выбором разрешится. И ясное дело, что, ну, не остановится здесь у нас индекс на уровне 3033, получается. Будет давление ниже, будет тест уровня 3030, поэтому стоит, получается, ждать. Не стоит торопиться с тем, чтобы выкупать рынок, потому что будет движение, на мой взгляд, ниже. Поэтому вот есть все сопутствующие факторы, есть эта большая, очень огромная неопределённость сейчас, который будет пользоваться медведей, который будет остерегаться покупателя. На этом я завершаю свой обзор. Если у вас остались какие-то вопросы или комментарии, пожалуйста, я готов их выслушать, обсудить это с вами. Не забудьте поставить также лайк, если вам понравилось это видео, или вы считаете, что оно оказалось для вас полезным. На этом всё. Всего доброго. Торгуйте в профит. Продолжение следует...